Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует партнер адвокатского объединения «Баристерс» Жовтан Юрий Валерьевич в программе «День адвокатуры». И наш уважаемый гость Брунз Иосиф Львович. Сегодня Иосиф Львович поделится с нами знаниями об истории адвокатуры. И первый вопрос, который бы я хотел задать ему, это кому именно мы должны быть благодарны за знания истории адвокатуры? Конкретного человека, конечно, назвать сложно кому. Почему? Благодарны, наверное, мы должны быть людям, которые на протяжении всей истории человечества понемногу изменяли образ жизни, государственные устройства, науки и ремесла. И в конечном счете пришли к тому, что беспорядка определенного в государстве очень сложно существовать. Для того, чтобы говорить сегодня об истории адвокатуры, нам придется заглянуть вглубь веков, для того, чтобы понять, откуда же все-таки мы произошли, как получилось так, что сегодня без адвокатуры не может существовать ни одно государство. И это считается вполне нормальным и приемлемым, даже не обсуждается. Но если говорить о конкретных людях, которые внесли наибольший вклад в историю адвокатуры, то в первую очередь следует назвать нашего земляка. Евгения Владимировича Васьковского, уроженца Белгород-Днестровского, выходца родителей его, это обедневшие польские дворяне. Он закончил наш Новороссийский университет и очень рано уже проявил способности к научной деятельности. В 1893 году он защитил кандидатскую диссертацию на присвоение звания кандидата прав. Вот как раз с работой, о которой я сейчас скажу, она называется «Организация адвокатуры». Эта работа написана в двух томах, то есть Васьковский путем углубленного изучения всех тех остатков, каких-то отрывочных сведений по различным странам, континентам, народам, он собрал все в единый труд, который обобщил и к которому сегодня прибегают очень многие лица, которые занимаются историей адвокатуры, будь то ученые, которые пишут различного рода диссертации, ну и, естественно, адвокаты, которым совершенно не безразлична история адвокатуры. Но если мы можем или должны говорить об истории адвокатуры, мы не можем пройти мимо того, как развивалось человеческое общество, наша цивилизация. Посмотрите, оглянитесь назад, ведь цивилизация, наша вот последняя цивилизация, потому что, как свидетельствуют историки, что до нас было еще много различных человеческих цивилизаций, то последняя наша цивилизация, она, в общем-то, ее путь, это путь кровавый, путь истребления себе подобных. Посмотрите, вся история связана с различными войнами. А войны всегда ведут к огромным человеческим жертвам. Они препятствуют развитию ремесел, созданию обществ, которые имеют определенную структуру и какой-то порядок. Они не дают возможность строить города и создавать нормальные условия для жизни человека. И вот Васьковский в своем труде, он начинает как бы нам демонстрировать того, откуда же появились зачатки суда, зачатки адвокатуры. В первую очередь ссылается на Библию, которая, как мы знаем, начала формироваться где-то с 13 века до нашей эры, где было сказано первое упоминание о суде, что Бог, Верховный Судья, строгий, но справедливый. После этого в заповедях, которые оставил Господь Моисею на горе Синай, записано «не убей» и записано «не лжесвидетельствуй». Он не лжесвидетельствует явно, что это речь идет уже о суде, где человек может, оказывается, давать и ложные показания. Или, например, суд над Иисусом Христом, как мы помним из истории, которого судил даже не суд, а церковный орган Синедрион, который присудил его к смерти, так как боялся тех проповедей, которые распространял Иисус среди людей. А больше всего власть всегда боится таких людей, которые влияют на умы сограждан. Ну и несмотря на то, что наместник Рима в Иудее, Понтий Пилат, был против такого решения, как присуждение Иисуса к смертной казни, он вынужден был согласиться, потому что не мог им препятствовать. Ну и помните эту знаменитую фразу, которую он в конце сказал, что «я умываю руки». Нам Васьковский дает возможность вспомнить, что уже в древнем Египте существовали суды, где был прописан уже и гражданский процесс. Процесс, когда граждане, которые обращались в суду за помощью в разрешении спора, они обменивались исковыми заявлениями, при том направляли друг к другу эти исковые заявления по два раза, чтобы можно было прочесть не только требования возражения, а потом ответить и на возражения другой стороны. То есть даже вот это мы уже тоже читаем и видим, что уже давно, уже до нашей эры, до тысячелетия существовала судебная система. В Египте государственные деятели вспоминают адвокатам, говорят, что они прибегают часто к хитростям, не слушайте их, потому что они своим ораторским искусством влияют на то, что суды не назначают строгие наказания виновным, что совершенно несправедливо по отношению к тому, что совершает человек. Если мы говорим о тех, кого можно вспомнить, как величайших, можно сказать, преступников прошлого, хотя многие становятся людьми, которым ставят памятники, например, тому же Александру Македонскому, Наполеону, которые являлись завоевателями, и им тесно было в границах своих государств, и они просто шли по праву сильного, завоевывали другие государства, уничтожали, брали пленных, грабили эти государства, таким образом обогащали. Вспомните Римскую империю, которая завоевала практически всю Европу, Англию, убивали миллионы людей. Знаете, вся история человечества свидетельствует об этом, и задаешь себе вопрос, а когда же было строить этим людям новое государство, когда нужно было думать о том, как отбиться от этого соседа, который огнем и мечом все истребляет на своем пути. Ну вот короткие промежутки, видны, затишье между войнами давали возможность людям как-то организовывать свою жизнь, развивать науки, искусство, торговлю, общественное устройство. Поэтому и появляются структуры, которые пытаются навести порядок и как бы разрешить те противоречия, которые возникают у людей. И мы видим, что практически во всех странах мира вот эти начальные этапы, они были одинаковы, потому что, как правило, вершили правосудие руководители, это вожди племен, цари, императоры, которые, вот вспомните такое правосудие царя Соломона, которое вспоминают до сих пор, и если говорить о правосудии царя Соломона, то там даже не было намека на то, что могут быть причастны к этому правосудию какие-то другие люди, которые могут на что-то влиять и кого-то поддерживать. Поэтому вот как бы понемножку, понемногу люди начинали строить какие-то правоотношения и желали, чтобы в государствах был порядок, а те руководители государств, которые выступали в качестве судей царей и императоров, они тоже понимали, что они не могут справиться с огромным объемом вот этих осложнений, противоречий и конфликтов, которые возникают в обществе и вынуждены были привлекать уже в помощь других людей, которые занимались как бы разрешением споров. И яркий пример этому, конечно, в первую очередь, это Афины. Там даже речь не идет о Греции, потому что тогда государство состояло из одного города. Вот Афины, так в истории они значатся как Афины. И там, когда рассматривался какой-то спор между гражданами, там был специально подобранный состав судей, которые вершили как бы правосудие. И один из самых знаменитых людей Греции, вернее, Афин, Аристотель, кстати, Аристотеле надо сказать, что он родоначальник построения судебной речи, он предопределил то, чем пользуемся мы сегодня, что судебная речь состоит из вступления, изложения доказательств, спор с противной стороной, заключения. Никто ничего более разумного не придумал в построении речи. Так вот, Аристотель высказал такую мысль, что стыдно не уметь себя защищать рукой, но если еще более стыдно, не уметь защитить себя словом. И поэтому каждый гражданин должен был представлять себя в споре с другим человеком, вот по поводу которого, с или с которым у него возник конфликт, он должен был защищать свои интересы. А как влиять на слушателей? Надо было образно, грамотно и убедительно говорить, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Не все могли это сделать, далеко не все, потому что не все были недостаточно грамотны и не обладали определенными знаниями тех положений и законов, которые существовали в этих структурах человеческого общества. Поэтому придумал, человек все время же что-то придумывает. Вот придумали и создали такой специальный отряд людей, которые писали речи для выступающих. Так называемые лагографы, которые писали, они не стеснялись, они могли писать сразу речи и исцу, и ответчику, брать деньги с двух сторон, так что их это ни в коей мере не смущало. Этим они напоминают даже наших стряпчих, которые действовали в России с досудебной реформой, которые тоже так же могли писать исковые заявления и с самым ответчиком. Но шло время, проходили века, и сначала после того, что как-то человечество продвигалось вперед в своем развитии, уже к суду могли быть привлечены и людям разрешали привлекать в качестве их представителей родственников, своих знакомых, которые могли что-то о них сказать хорошее, представить какие-то доказательства и обладали, возможно, каким-то красноречием, могли уже говорить вместо них. И вот все вот, когда проходит, это все же с определением какого-то времени, с прохождением времени, а потом уже понемножку создается отряд людей, которые специально занимаются этой деятельностью, получают определенную оплату и таким образом могут представлять интересы в судебном споре для того, чтобы помочь человеку избежать ответственности, добиться результата по делам. Вот так оно начиналось все понемногу, понемногу и понемногу. Понятно. Спасибо вам за ответ на, скажем, такой раскрытый ответ на данный вопрос. И вы частично коснулись темы истории адвокатуры разных стран. И вот я бы хотел задать такой вопрос, как в разных странах развивалась адвокатура? Ну вот я уже сказал, что она развивалась практически везде одинаково. Сначала люди представляли, сами говорили в защиту своих интересов. Потом привлекали, мы можем даже вспомнить и Украину, потом, когда мы будем говорить уже об Украине, там тоже, когда привлекали своих знакомых, друзей, родственников, которые могли что-то говорить о них, представлять и так далее. Это было везде, потому что нигде в мире до нашей эры не существовали суды с установлением определенных государственных структур в виде прокуратуры, адвокатуры, защиты и обвинения. А все это вот понемножечку, понемножечку продвигалось. И во всех странах одинаково. Ну есть, конечно, в зависимости от развития стран, потому что вот Паськовский пишет даже о каких-то племенах в Южной Америке и в Африке, которые грамоту не знали. И, естественно, все это было сложно отстаивать свои интересы. Но вместе с тем и у них даже там понемножечку вот такие вот ростки такого, если можно его назвать, судопроизводства, конечно, появлялись. Поэтому все это время, которое шло, оно работало на людей. И вот таким образом люди научились представлять интересы, в конце концов, с помощью других лиц, которые могли это делать. Если углубиться в историю адвокатуры, как вы считаете и каким опытом вы можете поделиться относительно древних, кто оказал наибольшее влияние на развитие адвокатуры? Думаю, что если говорить об обществе, которое наиболее преуспело в этом, конечно, надо говорить о древних Афинах и о людях, которые появлялись в Афинах. Вот мы не можем не вспомнить, там были великие люди, такие вот ораторы, мыслители, мудрецы. Салон, Сократ, Платон, тоже законодатель, который многое сделал. Общество всегда в конечном счете как бы дожидается того человека, который сможет внести серьезные коррективы в его деятельность. Вот в Афинах таким человеком оказался Салон. Вообще его причисли к семи мудрецам в этом городе, который, ну, знал законодательство как бы, и Салон, когда читаешь о нем, то видишь, что Салон обогнал время свое. Время свое. Потому что он стал, руководил этим обществом специальные люди, которые занимали высшие руководящие посты, их называли архонтами, вот один из них был Салон, первый архонт. Самое главное, что уже как бы сама структура общества, там уже было такое признаки демократического государства, общественный строй. Там было все готово к тому, чтобы уже можно было вводить какие-то законы, какую-то судебную систему. И вот Салон этим много сделал. Он, кстати, первое, что он сделал, он провел политическую реформу, потому что существовало огромное неравенство между людьми, богатыми и бедными, у которых, у богатых было много земли, а бедные брали в аренду землю, не могли даже возвратить вовремя долги человеку, у которого они эту землю взяли в аренду. и доходило до того, что этих жителей, должников продавали в рабство в другие страны для того, чтобы возместить долги, которые они им должны были. И Салон, первое, что он сделал, он взял, разделил все общество Афин на четыре разряда в соответствии с тем состоянием, которое обладал каждый из четырех разрядов. Он создал определенную меру, которой можно измерять то имущество, которое есть у человека. Они занимались изготовлением вина, масла, зерна. Так вот, вот такую меру, которая называлась Медим, и которая вмещала в себя 52 литра, это дало ему возможность разделить все население Афин на четыре разряда. К первому разряду отнес тех, у кого было более 500 таких единиц имущества. Ко второму разряду, у кого было более 300, к третьему разряду 200, и нише четвертая каста, там до 100 Медимнов имущества. Но самое интересное было, что только из первого разряда и самой богатой части могли избираться военачальники. Из второй части уже они же все все время воевали, поэтому они были приписаны к всадникам, то есть они воевали используя лошадей, а третья и четвертая структура, это уже были пехота, воевали они в составе войска. Что Солон сказал? Он снял ограничения в плане долгов с людей, которые не могут возвратить то, что они взяли у богатого человека, не могут возвратить. Он сделал больше, он добился того, что Афины выкупили всех должников, которые были проданы в рабство. Это очень много он сделал. А уже ситуация подходила к тому, что взрыв должен был быть, там революция должна была быть, и он своими реформами снял революцию, снял даже вопросы напряжения в обществе. И когда-то через много веков, когда у Рузвельта, мы помним все Великую депрессию в Америке 29-го года, когда страна стояла тоже на пороге революции, потому что практически никто не работал, бедные, все там какие-то столовые, где кормили людей неимущих. Была страшнейшая ситуация в Америке. И все Рузвельта ругали, что за его реформы и так далее. Он говорит, я хочу уберечь свою страну от революции. И уберег, как Солом когда-то уберег Афины от революции. Поэтому, видите, я не зря сказал, что он обогнал свое время, потому что его вот эти меры, которые он принимал, законы, которые он создавал, они очень многое решали. Он ввел даже институт завещания, тот, который вообще не было известно в древнем мире, что, оказывается, человек мог завещать свое имущество другим лицам. Это были очень важные моменты. И только думаешь, как же человек, откуда он это брал, почему он до этого додумался, видно, настолько был мудрый, что он понимал, что нельзя, вот человек за всю жизнь накопил имущество какое-то, нельзя сделать так, ну, плохо будет и неправильно, и несправедливо, если он не может передать это имущество своим близким и родным. Он сделал больше, он создал суд присяжных. Вот это первый человек, который создал суд присяжных. Он его назвал Гильея от Гелиоса, Гелиос Солнца, а, значит, они работали только в течение светлого дня. Только когда было светло, работал этот суд. И в этот суд, суд присяжных, он наполнил его представителями всех четырех разрядов населения, все входили туда. Ну, не все, конечно, там было много людей, тысячи людей, но какое-то количество людей входило. Вот, например, история говорит, что Сократа, например, судило 600 человек, представителей всех четырех разрядов населения. Приговорили Сократа к смерти, но уже к сведению, что обвиняли его, что он не чтит богов афинских и вредно влияет на молодежь. Его обвинили в этом и приговорили к смерти. Три обвинителя было в процессе, а Сократ защищал себя сам, не прибегал к помощи лиц, которые могли бы его защищать. Это очень важный момент, и посмотрите, англичане в 13 веке создали суд присяжных, до сих пор он у него существует и совершенствуется, то есть, оказывается, тот прообраз, к которому пришли и люди уже нашего, недалекого нашего времени в плане того, что переняли то, что ценное, что было изобретено нашими предшественниками до нашей эры, это был пятый век до нашей эры. Понятно, спасибо вам большое за то, что вы делитесь своим опытом, своими знаниями, просвещаете нас, и от лица всего адвокатского сообщества выражаем вам благодарность. Да, ну, пожалуйста. Продолжение следует...